Приветствую вас, Рита, давайте разберем ваши вопросы. Первое. Как действовать? Простите, как действовать, чтобы что? Чтобы что? Как действовать? Чтобы парень внезапно захотел того же, что и вы? Или как? Что вы имеете ввиду? Как действовать? Понимаете, в отношениях такая позиция, как действовать, не совсем хорошая. Потому что действия предполагают некую рационалистичность. А рационалистичность, в свою очередь, может подавлять чувства. Ваше чувство в том числе. А в отношениях, всего же, на мой взгляд, руководствоваться нужно желательно. По крайней мере, желательно. Руководствоваться именно чувствами. Вот. А не разумом. Вот. Хотя, ваше желание, ваше желание руководствоваться разумом, оно здесь, в принципе, понятно. Хотя, и на мой взгляд, является не совсем корректным. Вот. То есть, давайте сначала определимся с целью и с тем, насколько эта цель вообще, так говоря, соответствует тому контексту отношений, которые у вас, которые вот у вас, именно, именно, да. Вот. Вот. Это первый момент, который я хотел бы вам прояснить. Второй момент. Вы спрашиваете, а брата ли он любит? Есть у меня вопрос к вам в том контексте, что, а вы к кому обращаетесь? Вы обращаетесь, извините, к психологу? Вы обращаетесь к психологу или вы обращаетесь к эзотерикам? Потому что, ну, мы, как психологи, вообще-то вряд ли можем ответить на этот вопрос. На вопрос потом, эм... Любит ли он вас точно или нет? Потому что мы не... мы не знаем, эм... что чувствует человек. Мы не можем, не можем этого знать. Вот. Поэтому здесь, извините, извините, но вопрос не совсем по адресу. Вот. Потому что, эм... с психологической точки зрения, эм... не имеет такого, эм... не имеет такого значения, любит вас человек или нет. С психологической точки зрения имеет, имеет, имеет значение, что вы к нему чувствуете. Именно вы. Вот. А не он. Потому что ориентироваться в отношениях нужно на себя. Понимаете, да? Я надеюсь, о чем идет, идет речь. Дальше. Вы говорите. Эм... у нас не бросили отношения. Причем, это было два года. Почти сразу же начали жить вместе. Эм... скажите, а к чему такая была успешка, что вы очень быстро начали жить вместе? То есть, эм... У нас не было времени. У нас не было времени. Узнать, узнать друг друга. У нас не было времени. Эм... Как бы, прочувствовать друг друга. Вот. Эм... куда вы спешили? Почему вы... спешили? Эм... надеть, не стяжить? Человек. Дальше. Сейчас очень часто замечаю, что из-за мелких мелочей он сильно агрессивный ко мне. Хотя я понял, он по натуре и действует вспыльчивый. То есть, тут вы по факту говорите о наличии определенного противоречия. Правильно ли я вас... эм... понимаю? То есть, с одной стороны, вы... эм... говорите о том, что... эм... вынучают, что человек вспыльчивый. С одной стороны. С другой стороны, вы говорите, что он всегда таким был. Так, эм... давайте определимся. Вы принимаете его таким, что он вот такой, что он вот... эм... достаточно спыльчивый или нет? Это пока не очень понятно. Мне двадцать один, поставь мне двадцать пять. Мне как девочке хочется семейного тепла и уютного хочется в семье и развития семейных отношений. Я думаю, что это... вот это вот... эм... Ваше выражение является одной из главных проблем. Потому что... эм... мне как девочке хочется... эм... эм... сможет... семейного тепла и уюта. Понимаете? То есть, мало того, что вы демонстрируете таким подходом, что женщина это только семейное тепло и уют. И что она больше из себя ничего не представляет. По крайней мере, парню вы это демонстрируете. Вы говорите еще, что мне как девочке хочется из семьи. Но при чем здесь девушка? При чем здесь девушка? Вы поймите, что девушка... эм... парень... Это определенная социальная роль и определенное психологическое состояние. Которые... которые активируются только при взаимодействии с партнером. Но которые при этом могут быть реализованы и по направлению к неопределенному количеству партнеров. Да? То есть, женщина может вести себя как женщина постоянно, всегда. Вне зависимости от того, партнером она или нет. Мужчина может вести себя как мужчина в соответствии со своим образом. Вне зависимости от того, с женщиной он или нет. То есть, объясните мне, пожалуйста, связь между тем, что вы девушка, и тем, что вы хотите в семью. То есть, вам как девушке семью может хотеться, а парню как парню... семьи хотеться, по идее, не должно. То есть, здесь как-то странно. Дальше. Потребность в семье, в развитии семейных отношений, в семейном тепле и уюте. Это потребность не вас как девушки, а вас как человека, как личности. И эта потребность не является таковой. То есть, вы не останавливаетесь на том, что хотите семейного тепла, уюта, семьи и развития семейных отношений. Вам хочется быть защищенным. И, возможно, чего-то еще. Навернякает вопрос. Почему в 21 год вы хотите проходить в семью? Как насчет самореализации, как насчет какого-то личного становления, да? Вашего. Личного, личного развития. То есть, это вот вопрос. Вопрос вашего ориентирования. И здесь вырисовывается уже совсем другая картинка. Если, если вы человек, который ориентируется на семейные отношения, на быт и прочее. То есть, если вы позиционируете себя как хранительницу домашнего очка, то, естественно, будучи в этом смысле пассивной, вы выбираете мужчину активного. Активного мужчину, который вас добивается, с одной стороны. С другой стороны, который вас добившись перестает вас ценить, потому что он вас добился, а вы изначально были пассивны. Подобный подход к взаимодействию между людьми имеет в качестве последствий отсутствие между ними чего-либо общего. Потому что, извините, когда человек добивается другого, то речь идет о, с одной стороны, восприятии человека как некой такой вот награды, которую нужно завоевать. И когда ты ее завоевываешь, она теряет свою ценность, естественно. С другой стороны, это подразумевает, что между людьми отсутствует фундамент взаимодействия. То есть, отсутствует общество в полной мере. И превалирует исключительно гендерное восприятие друг друга. Вот. Собственно, вследствие чего у вас и возникают недопонимания, потому что превалирует только гендерное восприятие. Вот. То есть, здесь я бы сказал о наличии неких семейных стереотипов, о наличии неких гендерных стереотипов у вас. И о присутствии некоего обесценивания, возможно, себя как личности самой по себе, без, допустим, привязки к партнеру, без привязки к семье, без привязки к людям. Вот. И нацеленность именно на растворении в ком-то, нацеленность именно на организации своей защищенности через других людей, нежели чем на собственной реализации и опоры на себя. Что делает вас зависимым. И все бы ничего, все бы ничего, если бы отношения вас устраивали. Но вся проблема в том, что мужчина, будучи агрессивным, отражает вашу низкую самоземку, проблему ваш с личными границами и некую, некую мазокистическую, возможно, мазокистическую позицию по отношению к себе. Вот. Ну, поскольку велика вероятность, что находясь в такого рода отношениях, вы повторяете некие свои семейные сценарии, родительские сценарии. Что, конечно, не точно, но вполне может быть. Дальше. Сообщил об этом своему парню, он с холдом отвечает, что тоже хочет семью, но говорит, что не знает, когда у нас будет дальше, как у нас будет дальше. В-третьих, вообще, кричит, что не хочет со мной ни семей, ни детей. Видите, вы говорите о семье, вы говорите о семье, но вы не говорите о самом человеке, вот что важно. Да, то есть, как бы, сам человек здесь у вас отходит на второй план. То есть, вы говорите, что хотите именно развитие семейных отношений. То есть, вас не устраивает здесь и сейчас, вы не живете здесь и сейчас, вас не удовлетворяют, допустим, участие в том, чтобы делать вашего мужчину счастливым, вы хотите чего-то для себя, но вы это что-то, чего вы хотите для себя, можете, по вашему мнению, получить только от других людей, что делает вас зависимым. И, соответственно, делает вас уязвимым, что чувствует и знает ваш мужчина, чем он и пользуется, пытается вас подавить и, соответственно, обрести доминирование над вами. Отдельного внимания заслуживает факт ссоры между вами, потому что, видите, как получается, вы с одной стороны семьи хотите, да, с одной стороны вы хотите раствориться в, ну, в семейном тепле, в уюте, чтобы чувствовать себя защищенным. Но, с другой стороны, человек не может чувствовать себя защищенным нигде, пока он не умеет защищать себя. И из-за этого пытаясь обрести чувство защищенности за счет других людей возникает проблема. Проблема, что я изблизиться не могу с человеком достаточно, потому что я не защищен, я считаю себя уязвимым. И отдалиться не могу, потому что в защищенности я также сильно нуждаюсь. И возникает напряжение, которое выливается через ссору. То есть, отдельного внимания заслуживает факт того, что вы ссоритесь. И здесь я для начала предлагаю изучить психологическую игру «Скандал». Вот. Исследуйте ее, это будет таким неким стартом для вас понимания того, что происходит между вами и молодым человеком. Вот. Ну и совершенно очевидно, что как бы ссоры происходят систематично. Очевидно, что у криков вашего мужчины есть свои тоже причины, свои тоже основания. Вот. И в данном контексте можно говорить об о о о о о о владении бесконфликтных способов общения. То есть, дабы не быть в... не быть втянутой, да, в конфликт, в ссору. Вот. Такой момент. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.